вот у нас наступило утро после вчерашнего бдения и рассказов о золотом ключике ну кроме золотого ключа читаю сейчас как я уже говорил в некоторых роликах книгу генри киссельджера о китае и вот в частности хочется еще раз заострить внимание на моменте отношений китая и ссср то есть вот мы знаем что как бы русский с китайцем братья навек были в сороковые допустим годы в начале 50-х потом произошел ссора произошла ссора как объясняют нам мало не мог вынести разоблачение культу личности хрущевым и поссорился с хрущевым вот и был с китаем такой конфликт политический но даже вот он в случае событий на острове доманский пришел в горячую фазу хотя она была очень небольшая на самом деле локальная но что интересно что вот вот все 60-е особенно 70-е и 80-е годы у нас шла такая гвалом галимы антикитайская пропаганда то есть про америку столько не говорили гадостей сколько говорили про китай странно да ведь все таки китай же коммунистическая партия там строит социализм там создавал с помощью ссср а прямо вот китайская угроза вот у нас так пугали китайской угрозой даже вот старцы святые которые так сказать окормлялись понятно где они тоже говорили о том что китай захватит сибири заметь говорили не сейчас а в 70 80-е когда никакой в общем-то реальные угрозы китай не представлял для огромного и могучего советского союза и я помню свое детство нас пугали китаем ну а потом отношения с китаем стали потихонечку улучшаться хотя как раз вот действительно у китая возможности что-то захватить от новой россии обновленный ельцином горбачевым гораздо возросли но тем не менее китай ничего таки не захватил и даже особо и не стремится к этому потому что то ли ему это не нужно то ли как бы как есть другие какие-то причины вот но я задумался о другом ведь когда было расхождение отношений китая и так сказать ссср то у китая началось улучшение сша якобы вот такая была игра началось улучшение и американцы постепенно когда сменилась власть то есть сменился вместо мао пришел дэн то и начались знаменитые китайские реформы то американцы очень сильно вложились в эти реформы и во многом китай поднялся на американских капиталах и технологиях а сейчас у китая снова обоследствием сша и вот кстати с этим интересно а насколько вообще вот эта ссора китай с сср была она реальный и может это было просто игра на публику и вот это было нужно для того чтобы втянуть в эту ловушку соединенные штаты